Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня кратенько обсудим новый камуфляж на АМХ 50Б. Вылетело мне предложение приобрести его целых 6,5 тысяч золота. Ну по большому счёту за такие бабки можно купить порой годную восьмёрку, ещё и сдача останется в легендарном внешнем виде. Все помним тот же самый Лёву Колосс, который обошёл совсем в 5,5 тысяч в великолепном внешнем виде. За данный каму просят 6,5, то есть ещё дороже. И это просто внешний вид. Кто-то скажет, что данный камуфляж это издевательство и что вот такая вот историчность в данной игре, а это всё-таки игра про танки, гораздо интереснее. Ну а кто-то скажет, что в стиле белых ходоков машина смотрится тоже довольно неплохо. Ну и есть у нас любители разного рода кастомизации. Соответственно, для каждого разработчики стараются по-своему. И дают возможность машиной одевать как в историчность, так и в что-нибудь вот такое вот футуристическое. Не буду долго разговаривать, просто возьму машину, поедем с вами в бой, посмотрим как это в бою смотрится. Параллельно с этим затронем такую тему, как в принципе стоимость кастомизации в нашей с вами игре. Обязательно пишите своё мнение в комментариях. По одной простой причине, потому что поскольку я связан так или иначе с варгеймингом, я общаюсь с ребятами оттуда, они соответственно смотрят на то, что пишут зрители под моими видео для того, чтобы собирать информацию о настроениях. О настроениях игроков, о настроении потенциальных покупателей тех или иных товаров. Поэтому обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, что вы видите на своих экранах. В частности, что вы думаете по поводу стоимости на камуфляжи. Я лично считаю, что кастомизация должна быть в игре. Она действительно доставляет удовольствие многим игрокам. Она действительно приносит какие-то дополнительные краски. Но в то же время я считаю, что ценник может быть немножко и по сдержанию. Но все-таки отдавать за камуфляж, пускай даже для десятки, 6,5 тысяч золота, это, ну согласитесь, сумма таки немаленькая. Поэтому, друзья мои, вот там вот внизу высказывайте в комментариях, что вы по поводу этого всего думаете. Теперь давайте будем заценивать. Ну, начнем с того, что вот этот вот сзади болтающийся огнетушитель все портит. Не помню, честно говоря, это у меня из-за обвеса или это, ну вот так вот оно и будет постоянно. Сейчас выйдем из боя, обязательно посмотрим, можно огнетушитель снять или нет, потому что меня сразу начало раздражать. Вот серьезно, с первых секунд боя, как только я увидел это красное пятно, я для себя понял, что ему там не место. Если мы уже говорим о вот таком вот стиле футуристическом, то, наверное, машина должна оставаться в футуристическом стиле постоянно. И никакие там дополнительные вот эти все канистры, мешки, которые сзади смотаны, не должны присутствовать вот в такого рода камуфляже. Это все равно, что взять внешний вид с этими динозаврами, которые многих испугали, многих рассмешили и туда понадевать всего вот этого. Ну, ему там просто всему этому не место, а посему по поводу огнетушителя сейчас необходимо будет посмотреть, можно с ним что-то порешать или нельзя. Ну, слушайте, пока, честно говоря, я не вижу абсолютно ничего такого там уникального в данном каму, чтобы им можно было как-то там смело восхищаться. То есть, ну, что тут происходит такого? Во-первых, когда ты стреляешь, даже если что-то происходит, то в основном ты это делаешь с включенным прицелом и, соответственно, ты не видишь свою машину абсолютно. То есть, если какая-то там механика всех вот этих вот кусочков, она происходит в тот момент, когда ты делаешь выстрел, давайте попробуем сейчас вот, ну и толку. То есть, получается, работает эта вся штука действительно во время выстрела, но при этом всем, друзья мои, ты этого не видишь, потому что ты находишься в прицеле. Получается, что ты получаешь внешний вид машины, который является просто не анимированным лично для тебя, либо ты должен стрелять, причем стрелять с барабанного орудия без включения прицела, если ты хочешь полюбоваться на то, что будет происходить. Сейчас возьмем еще раз эту машину, еще раз заедем в катку и попытаемся поиграть, что ли, без прицела. Ну, как-то так. Итак, друзья, бой закончился. Вопрос не в результатах боя. Мы все-таки зацениваем с вами негодность машины, не то, насколько сложно или не сложно отыгрывать на барабане, а зацениваем внешний вид. Первое, что хочу посмотреть. Да, это у меня, получается, включен. Снимаем вот это все, ну, просто потому что оно здесь не надо. Я не думаю, что если мы поставим вообще что-либо сюда из каких-либо обвесов, то есть, ну, чтобы мы сюда не влепили, оно все будет вообще не ко двору. Ну, вот просто не ко двору. Ну, может, еще летучие мыши, но все-таки нет, ребят, не та абсолютно тематика, поэтому снимаем обвес, оставляем машину вот в таком внешнем виде. Окей, хорошо. Ну, а теперь давайте попытаемся заехать еще раз. На данный момент у меня впечатление следующее. Если смотреть на данную машину, стоя в ангаре, или если смотреть на данную машину, когда ты играешь против нее, и, соответственно, видишь ее спереди. Окей, хорошо. Вопросов нет. Машина выглядит красиво, и после каждого выстрела, или, скорее всего, после каждого пробития, я пока еще не прокусил фишку, у вас срабатывают вот эти разлетающиеся на определенное расстояние камни, которые прикрывают ваши орудия, и потом они сходятся назад. Выглядит это действительно круто. Я сейчас вот попробую как-то так вот зафиксить. Стреляем. Нет, ну, согласитесь, вот внешне, ну, красиво выглядит, да, то есть вот если посмотреть со стороны того, кто видит машину спереди. Красиво, вопросов нет. Вот сейчас мне надо стрелять на дальнее расстояние. Как стрелять? Стрелять с прицелом, тогда не увижу всей своей красоты. Стрелять без прицела, тогда не выцелю те зоны, которые меня интересуют. Сложный выбор, ребят. Сложный выбор между тем, чтобы смотреть и любоваться, или играть и, ну, что-то делать. Вот сейчас я в ТВП не попал, хотя больше чем уверен, что был бы у меня включен прицел. Я бы абсолютно спокойно выцелил бы необходимую мне зону ТВПшки, да, в принципе, прицелился бы в ТВПшку и нанес бы ему урон. Так, давайте еще раз. Ну, толку от этого, в принципе, никакого. Я все равно сейчас глазом, серьезно, я сейчас наблюдаю за ТВП, а не за своим вот этим вот красиво разлетающимся внешним видом машины. Так, ну, не знаю, ребят. Плюс к тому, скажу откровенно, с учетом того, что ты постоянно смотришь все-таки не на свою машину, а вот зону прицела, да, то есть вот куда целеуказатель твой сейчас направлен, туда, в принципе, глаза на экране у тебя и сводятся. Они не сводятся абсолютно на машину. Ну, серьезно. Отсюда делаем вывод следующий. Мне почему-то кажется, что каму этот предназначен не для тебя. Ну, то есть, в каком смысле не для тебя. Ты одеваешь данный камуфляж за 6,5 тысяч для того, чтобы порадовать глаз своего соперника. Не свой однозначно. Может, там еще твоего союзника, если он рядом находится, и вместо того, чтобы заниматься тем, чтобы играть вместе с тобой и продавливать какое-то направление, если он при этом будет вот просто любоваться твоим великолепным внешним видом. Тогда окей. Плюс к тому, ребят. Следующее, что меня, ну, откровенно смущает, это вопрос того, что вся вот эта красивая механика, она находится спереди. Я не вижу ее, даже если я смотрю сейчас на танк. Ну, давайте посмотрим. Ну, окей, вот так вот. Но ты же не будешь, блин, постоянно брать кого-то в автоприцел, поворачивать свое орудие. Нет, я не выдержу, я все-таки включу, блин, прицел, потому что, ну, крайне сложно так играть. И получается, что ты, в принципе, в бою этого всего не наблюдаешь. Но ты отдал за это стоимость годного према на восьмом уровне, если его будут продавать со скидкой. Не очень, не очень, ребят, нравится мне вот эта идея. Да, есть классная, красивая камуа, которая великолепно смотрится как спереди, так и сзади. И в таком случае, ну, ты тоже получаешь какое-то, не знаю, эстетическое, да, там, от этого всего. То есть ты кайфуешь от того, как ты выглядишь. То есть, ну, ты видишь, допустим, там свою машину-то сзади постоянно. Ну, вот кто? Ну, вот здесь, допустим, да, там здесь есть хоть какие-то обвес сзади, да, там все вот эти вот дребедухи. Плюс к тому, когда ты стреляешь, из огня гарпуна вылетает там огненное пламя, да, ну, тавтология получилась. Но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. В этом же камуа я, честно говоря, фишку абсолютно не прокусил. Ну, кроме великолепного внешнего вида разлетающихся камней, которых ты не видишь абсолютно. Ладно, не будем досматривать бой. Я думаю, что, в принципе, можно на этом завязывать. Смысл-то все-таки был не в результатах боя, не в количестве нанесенного урона, а попытаться в реальном бою, не в тренировочной комнате где-то, заценить механику работы данного камуфляжа. Ну, вот о чем говорю. Вот, допустим, возьмите вот ту же самую 60 ТП, да. То есть, когда вы на 60 ТП играете, вам вот это вот, вот это все видно. Оно у вас есть, да. То есть, оно радует ваш глаз. Возьмите себе, допустим, Типа 57-го. Все в сдержанном стиле, да, чисто милитари. Окей, тоже радует глаз. То есть, тоже классно смотрится. Вопросов нет. Возьмите, я не знаю, там, того же самого Е100. И здесь тоже вот это вот все в тему, да. То есть, сетки видны. Мешок сзади этот виден. Или это накидка для того, чтобы можно было спрятать. При этом всем, возьмите того же самого Йоха в вот этом вот динозавровом стиле. Здесь тоже сзади хоть что-то есть. Опять-таки, основной прикол находится спереди, ровно там же, где и находится орудие. То есть, для вашего соперника все красиво, все круто. Для вас, ну, хоть что-то где-то как-то. И то очень мало. То есть, ну, если вот это вот взять. Что же касается Камо за 6,5 тысяч. На нашего с вами горячо любимого АМХ 50B. Красиво. Вопросов нет. Фишка есть. Все классно. Играя против него, я бы очень радовался, что он настолько красиво мне своим уронным барабаном забрасывает. Ну, и, соответственно, забирает мою хпшку. Я бы, наверное, даже не сопротивлялся. Дай только поглазеть на то, как ты великолепно смотришься. Но когда ты играешь на нем самостоятельно, ты этой всей красоты не наблюдаешь абсолютно. Было бы гораздо интереснее, если бы эти камни разлетались не только вот здесь. Ну, а где-нибудь вот здесь, да, там сзади. Вот так вот, типа в разные стороны от твоей кормы расходятся камни и собираются назад. Или от башни то же самое происходило. Окей, вопросов нет. Ну, или, по крайней мере, разработчики могли бы добавить какую-то анимашку в момент, когда ты стреляешь со включенным прицелом. А так, в принципе, весь прикол данного камуфляжа нивелируется отсутствием возможности его увидеть собственным глазом, когда ты играешь. Ну, вот как-то приблизительно так. Это было абсолютно честное мнение по поводу великолепного внешнего вида АМХ 50Б, который вы, скорее всего, не увидите, если не будете играть против него. Я стараюсь ради вас, если вы за честность автора, если вы за честность на канале, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свое мнение по поводу камуфляжей и стоимости. На них, возможно, нас кто-то услышит. А на данный момент у меня все. Побежал снимать для вас новые видео. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok